Дмитрий Дмитрий, расскажите, как прошел ваш день? Прошел день замечательно. А где вы были? В Пуэмени Канта. Надежда, вот вы только что вернулись из Балтийского федерального университета, где вы сегодня работали в лабораториях. Расскажите, пожалуйста, что вам запомнилось, что больше всего понравилось, и вообще, как ваше настроение, состояние. Поделитесь с нами. Это было довольно интересно. Особенно понравилось то, что мы работали с микроскопами, рассматривали очень много интересных вещей. Также я узнала очень многого нового. Например, кто такие бакланы, что такое атолиты. Это было очень познавательно. Я узнала столько информации, сколько, наверное, не узнаю за год обучения в школе. Ого! Самые яркие ваши впечатления за сегодняшний день? Ну, наверное, больше всего понравилось смотреть в микроскоп на Аполиты. Это было здорово. Что такое атолиты? Мне вот прям интересно. У вас же и лаборатория вроде так называлась, да? Да, Science Art, лаборатория атолиты. Атолиты, в общем, это такие, образно говоря, камешки, которые есть в нашем вестибулярном аппарате. Они отвечают за то, что посылают в мозг нервные импульсы, которые говорят о том, куда мы передвигаемся. То есть влево, вправо. И отвечают за то, что, типа, мы ориентируемся в пространство. А что было кроме атолиты? Ну, так было как бы направление такое, связанное с птицами и рыбами. Нам рассказали в особенности про бакланов и рассказали, что мы использовали атолиты рыб, потому что бакланы ловили рыб. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Грасьма Анна Михайловна, я воспитатель Центра развития одаренных детей. Анна Михайловна, как вы относитесь к появлению такого формата, как выезд в Балтийский федеральный университет имени имена Иллы Канта? На самом деле, я считаю, что это отличная возможность детям познакомиться с лабораториями в БФУ, прям изнутри увидеть, как это есть, познакомиться с, может быть, другими даже преподавателями. И я думаю, что это высокий уровень и показатель того, что Центр развития одаренных детей уделяет особое внимание образованию участников нашей летней школы. Вы бы хотели еще раз поехать туда? Да.